На совещании речь шла о повышении уровня благосостояния жителей региона в целом. Главная задача на сегодняшний день не просто увеличить зарплаты, но и избежать сокращений. Необходимо разработать срочные меры воздействия и стимулирования частных организаций. Например, заключить соглашение между властью и бизнесом. Нужно выставить реальную системную работу всех по повышению денежных доходов и зарплат, а также по выводу из тени заработной платы. Мы должны создать такую обстановку нетерпимости в отношении работодателей, которые вот таким образом загоняют трудовой класс Российской Федерации и Ульяновской области в частности в нищету. Ведя себя хуже, чем капиталисты до 2017 года. Зарплата в конвертах еще одна больная тема. Ежегодно бюджет Ульяновской области по этой причине недополучает порядка 7 миллиардов рублей. У нас есть предприятия, у которых заработная плата сегодня 6 тысяч рублей. При этом средняя отраслевая заработная плата в этом муниципальном образовании по этому виду деятельности равна 9. Вот поэтому мы говорим, ребята, вы должны повысить до 9 и плюс 15 процентов. А не 6 тысяч плюс 15 процентов. Повышение заработной платы, согласно соглашению, должно будет проходить поэтапно. По 5 процентов раз в три месяца. Это будет удобно в том числе и бизнесменам. Чтобы бизнес отошел от выплаты всевозможных сферах схем и в конвертах с заработной платой. То есть легализовать полностью заработную плату и таким образом официально поднять заработную плату работникам предприятий области, повысить сбор налогов и эти же самые налоги пустить на развитие инфраструктуры региона. Наталья Васильева, Эмиль Хуснадинов. Новости Димитровграда.